друзья всем огромный привет и сегодня у нас обработка фотографии в lightroom а точнее обработка осеннего городского сюжета я уже рассказывал вам как я обрабатываю осенние портреты и с этим видео уроком вы можете ознакомиться ссылочка будет в описании если в том видео мы работали с вами с яркими красками осени желтым красным оранжевым цветом сегодня нам предстоит немного другое дождь слякоть мокрый асфальт темная нависшая над головой небо и мы попробуем при обработке таких фотографий получить что-то интересное и привлекающее внимание и так сегодня мы создадим с вами пресет осенней городской фотографии а получить набор rain состоящий из 10 пресетов для обработки осеннего города ты можешь став спонсором канала всего до 49 рублей кстати тебе откроется доступ не только к этому набору но еще к другим замечательным набором доступным только спонсором это наборы нью-йорк crazy blizzard бутик и шикарнейший набор universal про отказаться от спонсорства ты можешь в любое время просто нажав кнопку а фотография которая буду сегодня обрабатывать в lightroom classic будет доступна по ссылке под этим видео ты можешь скачать его и присоединиться к обработке вместе со мной если ты предпочитаешь обрабатывать на телефоне то ты также можешь обрабатывать эту фотографию вместе с нами формат raw file диджи будет доступен по ссылочке он у тебя откроется на телефоне и как я уже неоднократно говорил те настройки которые я использую они находятся как на пк так и ваших телефонах на lightroom в бесплатных версиях бесплатных приложений и для функций которые мы будем использовать не нужна подписка итак друзья вы на канале арт фото life я спикер интерактивный фото школы зовут меня сергей для близких друзей я серджу и поэтому вы также можете меня называть и да я на обложке к видео обещал показать как я фотографирую поэтому буквально пару слов и так друзья снимал я на камеру canon его сыр и и на такой замечательный маленький объектив тик canon еф 40 миллиметров это блинчик и он на самом деле очень маленький просто сейчас у меня стоит кольцо переходник так как этот объектив сделан для зеркальных систем и для беззеркалки требуется вот такое вот колечко вы только посмотрите вот такой вот маленький объектив чик весит он всего 170 грамм если я не ошибаюсь и с таким вот набором вы по городу будете фотографировать буквально людей они не будут обращать на вас внимание это будет просто казаться как любительская камера ну скажем так откровенно canon ес рп это и есть любительская камера просто в ней находится полнокадровый сенсор что дает нам дополнительные преимущества и так мы приступаем к обработке и так друзья давайте посмотрим какие настроечки я использовал прогуливаясь по москве и так друзья погода была пасмурная моросил дождичек и для того чтобы получать четкие и резкие фотографии чтобы не было микросмаза я соответственно повышал iso iso я использовал от 200 до 320 таким образом диафрагму я мог открывать полностью на 2 и 8 и соответственно мог зажимать до 7 8 до 9 и даже до 11 при этом у меня сохранялась очень короткая выдержка и мои фотографии получались четкие и резкие его друзья как я уже говорил здесь также iso 320 диафрагму я использовал 10 выдержка 1,5 секунды фотографии получились достаточно интересные мне все они нравятся это только выбранные пока те которые я только что успел обработать даже не знаю какую сегодня мы будем с вами обрабатывать потому что ну они реально все мне очень нравится и давайте я сейчас покажу вам фотографии которые я снимал с проводкой ну на самом деле у меня такой цели не было знаете просто полил сильный дождь я встал под козырек какого-то отеля и пока стоял ждал пока пройдет этот ливень ну сделал несколько снимков и они получились достаточно интересный и его друзья если вы снимаете с проводкой любите вот такие вот динамичные интересные изображения то делается все очень просто вы прослеживаете камерой за объектом и когда он проезжает так как он движется все-таки чуть-чуть быстрее не доезжая примерно чуть-чуть до середины видоискателя вы нажимаете кнопку и параметр использовал я вот такие вот и вот смотрите друзья на эти настроечки со я поставил 100 потому что выдержка длинная и фотографии могут у вас засветиться ну и соответственно выдержка вам нужна одна двадцать пятая секунды я для таких фотографий использую либо одну двадцать пятую секунды либо одну 30 и вот тогда вы получаете вот такой вот эффект не сильно размытый но размытый все таки фон и достаточно резкое изображение основной объект съемки ну и друзья и почему мне нравится снимать и обрабатывать вот такие вот дождливые мокрые фотографии ну во первых когда идет дождь у нас появляются лужи и нам предоставляется замечательная возможность использовать отражение в лужах для того чтобы получить дополнительный вот такой вот интересный эффект как вот на этих вот фотографиях да вы обратите внимание здесь везде у меня огромную роль играет отражение на сухом асфальте вы конечно такого же эффекта не получите и друзья не забывайте приседать для того чтобы из низкого ракурса получать вот тоже такие достаточно интересные сюжеты вот собственно и вся хитрость съемки в такую дождливую погоду а обрабатывать почему интересно такие изображения потому что мокрый асфальт он достаточно темный в отличие от сухого асфальта или брусчатки и вот на эти мокрые объекты тонировка которую мы делаем контраст ложится ну просто шикарно несмотря на то что вы снимаете не ночью вы получаете такие достаточно темные брутальные фотографии вы именно такой стиль который мы с вами любим друзья я затрудняюсь честно говоря какую фотографию выбрать для обработки давайте мы с вами остановимся вот на этом изображении она как раз у меня не обработанная это соответственно у нас исходник давайте я сейчас уберу информацию о съемке нажав кнопочку и теперь давайте мы скроем пленку она нам больше не нужно и друзья смотрите здесь кроп сделан уже 5 на 4 этот кроп именно для instagram и такие фотографии можно обрабатывать всегда используя под рукой оригинал то есть что я имею ввиду нажимаете кнопочку лай ну y которая и у вас появляется вот такое вот изображение до после либо вы можете кликнуть вид и вот здесь вот настроить до после слева до справа после и вам здесь подсказочка какую кнопку можно нажимать итак друзья слева изображение у нас она которая до будет сохраняться неизменном справа мы с вами будем видеть все изменения которые мы будем осуществлять при обработке нашей фотографии в lightroom ну и хватит болтать наверное я вас уже утомил поэтому приступаем к обработке итак друзья первым делом что мы с вами делаем это полностью убираем влево света тени повышаем полностью вправо на 100 и точку белого давайте тоже убаем где-то примерно ну на 80 для того чтобы ваше движение были более точными не забывайте удерживать кнопочку shift теперь давайте слегка подправим экспозицию и так фотография сделал чуть чуть поярче я думаю что где-то на плюс 04 будет достаточно теперь друзья мы переходим в панели чисел и мы сразу будем работать с кривой а для того чтобы наша тонировка получилась более правильная более четкая мы давайте уберем насыщенность всех цветов прям в минус 100 для того чтобы получить черно-белое изображение чтобы лишние цвета не мешали нам работать с тонировкой итак друзья мы с вами переходим в красный канал о новой кривой первым делом что мы с вами делаем это зажимаем и удерживаем кнопочку alt нажимаем вот туда вот на центр для того чтобы получить центральную точку нам нужно чтобы наши параметры были 128 на 128 если не получилось мышкой то доводим это дело руками теперь друзья мы снова с вами зажимаем и удерживаем кнопочку alt и расставляем четыре точки ставим точечку вот здесь посередине ставим точку теперь вот не между этими а чуть чуть ближе к самой нижней точке который называется . черного вот сюда и вот сюда и теперь друзья давайте протянем эти точки слегка вниз и для того чтобы вот таким вот образом изогнуть нашу кривую делаем это совершенно чуть-чуть как вы видите наша фотография приобрела такие вот изумрудные оттенки поэтому двигаемся дальше мы с вами будем смешивать то он фиолетовый цвет и в синем канале добавим желтого и при смешении этих цветов мы получим с вами замечательную тонировку вот удерживаем кнопочку alt и в этом канале проделываем тот же самый фокус и так друзья зажимаем кнопочку alt кликаем на середину кликаем вот сюда кликаем сюда и немножечко опускаем наши точки и теперь друзья стараемся получить нейтральное изображение если вы перегнете точку вы получите вот такие вот фиолетовые оттенки вот эта точка кстати средняя это самая точка которая больше всего заметно на темных участках как вы видите у нас все изображение окрасилась фиолетовый цвет поэтому давайте-ка мы вернем назад выставим пожалуй вот такое вот значение и так друзья теперь переходим в синий канал делаем то же самое зажимаем кнопочку alt кликаем вот туда я сразу попал 128 на 128 надеюсь у вас тоже так будет получаться кликаем на центр кликаем на нижние точки и теперь также эти точки неважно в каком порядке аккуратненько отводим и теперь друзья вот какой секрет я никогда не делаю синем канале кривую ниже чем другие а вот эту вот точку которая у меня от средней самое первое вниз я ее как правило практически не сдвигаю я ее оставляю на прямой и таким образом моя фотография не желтит вот увидите она так начинает желтеть а мне нужен более такой нейтральный цвет вот пожалуй вот таким вот образом далее давайте посмотрим здесь посмотрим здесь ну пожалуй вот на такой тонировки я бы остановился и давайте мы с вами сделаем вот что давайте мы отключим значение вот здесь вот кнопочкой тоновой кривой и посмотрим собственно а что мы с вами добились используя вот такую корректировку и так я отключаю и включаем ну вот друзья собственно говоря и вот эти вот свойства кривой я всегда использую почти всегда на своих изображениях меньше всего я их использую на портретах и пейзажах но городская фотография это просто зеленый коридор здесь можно крутить кривыми как вам захочется и так друзья теперь нам необходимо поработать с контрастом изображения давайте мы с вами точку черного подвинем немного влево вот таким вот образом на минус 38 и пожалуй тени я тоже сделаю чуть чуть потемнее где-то наверное вот ну я думаю что 80 будет достаточно и так друзья давайте мы сразу по умолчанию добавим текстурки 20 четкости 10 на этом все теперь предлагаю поработать с локальным контрастом что мы с вами делаем мы с вами берем среднюю точку держим кнопочку alt и подтягиваем немного вниз таким образом мы с вами убираем вот эти вот явные блики дальше . которая находится в средних светлых тонах мы можем слегка вернуть назад и у нас сразу фотография становится более такая контрастная точку белого опустим немножко вниз это создает такой кинематографичный эффект теперь давайте друзья отпустим кнопочку alt приподнимем слегка точку черного для того чтобы сделать фотографию более такой дымчатый более воздушный но при этом . которая находится рядом правее мы слегка опустим и таким образом вернем контраст немного на место и вот здесь и я бы слегка вот так вот приподнял пожалуй вот таким вот образом ну что ж друзья замечательно и теперь когда мы с вами выставили контраст мы можем вернуться в базовые настроечки в ползунок контраст и просто подвигать его и сделать такой контраст который нашему глазу будет более приятный я люблю выстраивать такой контраст изображения чтобы в самых темных участках информация еле-еле но все-таки читалось есть любители вот таких вот контрастных изображений я честно говоря не очень это люблю поэтому я всегда действую вот по такому вот принципу чтобы мои теневые области слегка слегка отчитались фотография все-таки не должна быть сильно такой жесткой и тяжелый итак друзья мы с вами поработали с базовыми настройками фотография черно-белая но нам все-таки нужно вернуть цвет этому изображению давайте мы двумя кликами вернем наши цвета первоначальный уровень все ползунки вернуться на середину и теперь поработаем с каждым цветом отдельно давайте для начала посмотрим какой цвет у нас вообще присутствует и где он есть красный красный я вижу на лапках голубя и на лице вот этого товарища давайте мы сделаем более теплый красный оттенок подвинуя красный где-то буквально на плюс 13 насыщенность делаю поменьше минус 10 мне не нужно чтобы у меня были яркие красные пятна на моем изображении так друзья теперь оранжевый оранжевого у нас больше дверь плитка кстати вот здесь вот вот брусчатка вот ну очень получилось удачно потому что здесь бы как раз не хватало какого-то теплого пятна и вот она у нас есть ну такой желтый мне не нравится я его сделаю слегка красного там буквально чуть-чуть уведу оранжевые оттенки в сторону красных и насыщенность тоже пожалуй слегка прижму но где-то буквально на минус наверное 25 будет достаточно теперь давайте посмотрим желтый желтый у нас присутствует тоже там же где и оранжевый и вот еще между камнями это выглядит как-то не очень хорошо давайте мы насыщенный желтого вообще приберем посильнее я бы сделал где-то буквально вообще на минус наверное вот давайте сделаем минус 70 а тональность желтого да пожалуй сделаем где-то вот на минус 50 наверное да вот такой цвет мне уже больше нравится такой он коричневый получился зеленый цвет посмотрим теперь зеленый цвет я вижу только вот здесь вот на стене и мне он честно говоря не нравится я его пожалуй замаскирую полностью уберу в минус 100 и теперь подвигаю ползунок потому что даже когда у нас цвет в насыщенности уведен полностью в минус 100 тем не менее тренировка его этого цвета продолжает еще действовать и никогда про это не забывайте всегда проверяйте и зеленый тон я сделаю также чуть потеплее я думаю что минус 50 этого хватит теперь давайте посмотрим аквамарин аквамарин у нас похоже хочет повторить судьбу зеленого цвета но мы его убирать сильно не будем насыщенность я сделаю где-то примерно минус 40 а вот он я уведу в сторону синих оттенков на плюс 80 вот таким вот образом и давайте посмотрим синий цвет синий цвет у нас голубь джинсы плащ вот здесь вот человека и синий цвет давайте мы с вами немножко замаскируем не вот как вы видите слева до справа после нашей фотографии становится такой более интересный до согласитесь и я вот именно хотел получить такой цвет голубя вот такой вот сизой но мы еще с этим цветом немножко поработаем давайте мы насыщенность синего ну на минус 50 пусть останется и фиолетовые пурпурные оттенки давайте мы тоновом окошке разведем их влево фиолетовый полностью право полностью пурпурный вот а в насыщенность мы их уберем с вами посильнее чтобы у нас не было этих лишних цветов мы с вами собственно говоря работаем над классическим feel and оранжем то есть мы работаем над холодными и теплыми оттенками на и у нас получается такой сизый и еле заметный синий цвет и противоположные ему это вот такие вот оранжевые оттенки но над ними мы еще поработаем так друзья что же дальше дальше у нас есть яркость и давайте мы теперь поработаем с каждым цветом давайте мы сделаем оранжевый поярче буквально где-то на плюс 25 желтый желтый я тоже сделаю чуть-чуть поярче на 10 зеленого у нас тут нет красный красный я сделаю поярче на плюс 30 я хочу чтобы лапки у голубя были более такие заметные так друзья теперь давайте посмотрим синий цвет а вы обратите внимание что синий цвет у нас делает более светлую окраску голубя и давайте именно в этом случае мы синий цвет сделаем поярче таким образом наш герой сюжета наш основной объект будет выглядеть контрастнее и будет сильнее привлекать внимание наших зрителей и так синий на плюс 20 все остальное можем и не трогать и теперь друзья давайте мы перейдем чему давайте мы перейдем в коррекцию объектива я кликну на удалить хроматические операции профиль коррекции я включать не буду потому что у вас разные объективы и это может абсолютно по-разному повлиять на работу пресета поэтому мы оставим как есть тем более мы уже обработали с вами используя виньетку которую мы получили при съемке именно на этот объектив поэтому сейчас переходите дорабатывать но смысла особого нет то есть мы используем в нашем изображении в нашем светотимом рисунке именно ту виньетку которую мы получили благодаря нашему объективу ну и пожалуй я бы еще виньетку сделал чуть-чуть буквально на минус 10 значения центральную область влево в ноль округлость на плюс 100 растушевка на 100 давайте добавим немножко зерна 15 будет достаточно так теперь давайте добавим резкости резкость я сделаю на 75 и посмотрите детализация скорее у вас будет по умолчанию стоять 25 поставьте тоже 50 это такая мелкая текстура которая добавляет такой деликатной резкости в изображении ну что ж друзья по моему мы с вами получаем достаточно топовую тонировку теперь давайте мы перейдем с вами в раздельное тонирование давайте начнем с теней давайте мы с вами сделаем насыщенность не хочу я много прибавлять потому что то что есть меня уже вполне устраивает я бы хотел сделать наверное чуть чуть похолоднее поэтому я сделаю сразу насыщенность на 5 цветовой тон где-нибудь вот поищу где-нибудь вот среди вот таких вот аквамариновых или синих оттенков пожалуй у меня значение будет 190 моя фотография стала чуть чуть слегка попрохладнее но это при этом не сильно бросается в глаза до было стало было стало и голубь стал немножко покрасивее средние оттенки я трогать пожалуй не будут смысла здесь от них особого нет никаких а вот цвета пожалуй мы с вами сделаем я не буду мудрить я поставлю те цвета который мне нравится больше всего это цветовой тон 37 если я насыщенностью веду посильнее вправо вот таким вот образом это выглядит такой знаете цвет не знает топленого молока что ли и здесь уже вы можете поиграться сделать какая тонировочка вам больше нравится или вот более такая теплая или более такая холодная я хочу выбрать какое-то такое среднее значение которое у меня будет пожалуй наверное вот где-то 30 это и не слишком холодно и не слишком тепло и не хочу чтобы эта тонировка бросалась в глаза и посмотрим было стало было стало вот заодно у нас из светлых участков ушел вот этот вот непонятный какой-то голубой оттенок и так друзья фотография практически готова наверное осталось только доработать ее в базовых настроечках давайте мы с вами экспозицию сделаем все-таки чуть чуть посветлее да пожалуй вот так вот пожалуй вот таким вот образом экспозицию я увел наверное это слишком светло да наверное где-то на плюс 070 будет достаточно и теперь вот что друзья давайте мы с вами поработаем с сочностью добавим сочности где-то плюс 25 и насыщенность и давайте немножко добавим насыщенности пожалуй на плюс 15 и у я хочу чтобы она была немного потеплее тем более когда мы обрабатываем нашу фотографию для instagram я лично заметил что в моем телефоне все фотографии выглядят слегка холоднее и когда я казалось бы вроде бы нормальную и фотографию который меня устраивает а именно по температуре размещаю в инстаграме то она получается слишком холодная это во первых ну а во вторых у нас фотографии так дождливая и так пасмурная и мне хотелось бы сделать ее более такой теплой и так удерживаем shift и повышаем температуру но не сильно не сильно самое главное чтобы у нас не вылез лишний коричневый цвет пожалуй я остановлюсь вот на таком вот значение где-то 5776 кельвинов ну что ж друзья пожалуй это все мне честно говоря такая тонировочка который у нас получилось очень нравится цвету голубя получился ну просто очень вкусный друзья мне такой цвет очень нравится я бы наверное этого голубя прям бы вот съел бы сейчас ну ладно это шутка конечно было давайте мы сохраним пресет и меня уже один пресет обработки вот таких голубиных фотографий уже есть поэтому это будет пресет который я сохраню для вас и для спонсоров это будет 11 пресет 011 и вспоминаем английский язык голубь у нас да таким вот образом это пишется и так режим и профиль я не ставлю баланс белого экспозицию я не ставлю градиентные радиальные фильтры трансформацию я не ставлю все остальные настроечки у меня сохранены и вы когда будете применять этот замечательный пресет на своих изображениях не забывайте поправить экспозицию контраст и температуру то есть подвигать баланс белого создать ну все друзья слева фотография была справа фотография стала мне очень нравится надеюсь вам тоже итак друзья мы закончили с вами обработку а полученный пресет вы можете скачать в описании к этому видео поищите его там среди текста ссылочка обязательно там будет заодно прочтите что написано возможно что-то будет вам полезно а вы уважаемые спонсоры пожалуйста не расходитесь потому что в следующем видео я вам покажу новый набор пресетов rain и покажу как ими пользоваться а на этом друзья все если видео было полезным не забудь поставить лайк и подпишись если ты не подписан для того чтобы не пропускать новые полезные видео уроки и да не забудь таки забрать два набора замечательных авторских пресетов которые находятся в моем инстаграме желаю вам друзья творческих высот с вами был серджио всем пока и до следующих видео